Доброе утречко! Моя прекрасная аудитория, уже столько народу проснулась. Всех приветствую, здорово! Скажите, как меня слышно? И мы уже начнем, потому что хочу уложиться в час. Вопросов выписала достаточно много и хотелось бы успеть все осветить. Приветствую всех! Знакомые все лица, здорово с самого утра видеть свою аудиторию. Замечательно, отлично! Так, начнем. Я думаю, что вы уже все привыкли к моему не совсем цивильному внешнему виду с этой перевязкой, но ничего, лучше так, чем никак. Так, значит, первое и такое самое важное, что я хочу до вас донести, это чтобы мы с вами вместе относились к теме питания не как ученые, не как исследователи, диетологи, какие-то там лаборанты, а просто как обычные люди. Потому что, когда вы несете какой-то кусок в рот, скорее всего, вы думаете не о том, как у вас там пойдет гликолиз, глюкогенез, что у вас там будет с ферритином, что у вас будет вообще с расщеплением, усвоением и так далее. Скорее всего, вы вряд ли об этом думаете. Вы, наверное, думаете о том, будет ли это вкусно, не наберу ли я от этого лишний вес, насколько мне хватит этой сытости и так далее, и так далее. То есть, поэтому я призываю вас вот в наших с вами взаимоотношениях на тему питания быть максимально приближенными к своей человеческой ипостаси, то есть говорить человеческим простым языком. Именно так я и хочу с вами сегодня говорить. Итак, да, обязательно запись уже идет, и все будет, и в записи, и в инстаграме, и в этом, в ютубе, и во всех социальных сетях. Надеюсь, что все будет бенч, как говорят. Так, все, я перехожу к вопросам. Я себе распечатала целую бумажку с вопросами, но вот с утра поступило еще несколько, и я их уже распечатать не смогла, поэтому записала коряво левой рукой, и пока я их не забыла, я прямо сейчас начну с тех, которые я записала. Вот первый вопрос. Как часто вы позволяете себе сладости и вредности, и бывает ли у вас такое, что вы срываетесь на сладкое? Значит, по поводу срывов. Дело в том, я не знаю, к какой категории это относить. К категории «мне повезло» или «это закономерность», но дело в том, что я не знаю, что такое срыв. То есть мне вообще непонятно это слово. Что такое срыв? Я сталкиваюсь с этим в лице моих клиентов, да. Я вижу, как они рассказывают, слышу, вернее, как они мне рассказывают о том, что они сорвались там на шоколад, сорвались на сало, сорвались там на хлеб, на булки и так далее. Но мне это слово незнакомо. Я думаю, знаете, почему? Потому что я себя особо никогда ни в чем не ограничивала. То есть, на мой взгляд, почему происходит срыв? Когда мы себя в чем-то ограничиваем сознательно, ну как бы мы хотим себе сделать лучше, да. Но мы воздерживаемся, воздерживаемся, воздерживаемся от чего-то, но в один прекрасный момент наш организм просто больше не выдерживает или наши силы воли там уже больше не срабатывают. И мы срываемся и пускаемся во все тяжкие и отрываемся по тому продукту, от которого мы долго воздерживались. Вот я, чтобы этого избежать, я избрала другую тактику. Я просто ничего себе не запрещала. Никогда. Даже в тот период, когда я вроде как переходила на естественное питание, я все равно не запрещала себе категорически ни один продукт, будь то сладкое, будь то мучное или еще какое-нибудь вредное. Вопрос только в том, насколько часто я себе это позволяла. То есть у меня была своя система, да, своя система питания. Я шла по этой системе. Но если мне вдруг там захотелось чего-то такого эдакого, какой-нибудь там сгущенки, я просто, ну, брала эту сгущенку и ела ее умеренное количество, так, чтобы, ну, это было в разумных пределах. И, может быть, именно благодаря вот этим маленьким хитрым шажкам, когда я себе позволяла чуть-чуть, да, как бы ублажить свои рецепторы немножко, у меня никогда не было срывов. Поэтому считаю, что вот так и нужно действовать. То есть не втискивать себя в какие-то жестокие рамки, а делать себе какие-то поблажки, чтобы не было срывов. Вот до этого у нас есть разум, у нас есть наши мозги, чтобы понимать, что вредно, что полезно, да, и чего, сколько мы можем себе позволить. Следующий вопрос. Как, ну, мое отношение к белку, да, согласны ли вы с тем, что говорит Елена Бахтина, что нужно делать, уделять большое значение белку животному и делать белковые завтраки, и как вы восполняете белок? Там про белок еще будет вопрос, но вот сейчас сначала на этот отвечу. Значит, во-первых, я с уважением отношусь ко всему, что делает и говорит Елена Бахтина, да, потому что совершенно очевидно, что это очень грамотный специалист в своем деле. Но что касается животного белка вообще, я считаю, что его значение очень сильно преувеличено, значение для питания современных людей. Нет, я не исключаю животный белок. И вот если спрашивают, как вы восполняете, я просто беру его и ем. Восполнять – это значит, когда есть дефицит. Я считаю, что у меня нет дефицита животного белка, потому что я его себе позволяю тогда, когда мне хочется. А хочется мне его в разное время по-разному. Зимой – это чаще, это может быть 2-3 раза в неделю, летом – это реже, это может быть 1 раз в неделю, а может быть и еще реже. То есть я никогда не ставлю себе каких-то точек и пунктов, когда я именно и сколько употребляю животного белка. Я употребляю его столько, сколько мне хочется. Вопрос только в том, что мне его уже много не хочется. Когда перестраивается микрофлора кишечника, и когда ваш кишечник уже более-менее чист, вам уже меньше хочется каких-то тяжелых продуктов, и больше хочется легких, в частности, овощей, возможно. Поэтому к белку, я считаю, нужно относиться настолько разумно, в каком состоянии вы находитесь. Если вы находитесь в очень большой лишней массе тела и в замедленном процессе обмена веществ и в проблемном стуле, то вам, естественно, нужно сильно уменьшать, если не вообще убирать на какое-то время животный белок, с тем, чтобы облегчить пищеварение и наладить работу кишечника. Но если же вы находитесь в фазе, скажем, уже довольно чистого кишечника и перехода на такое адекватное питание, то, в принципе, вы должны к белку относиться адекватно. То есть употреблять его в разумных пределах, в правильном сочетании, потому что у нас, у современных людей, принято неправильное употребление животного белка. То есть когда речь идет о каком-то животном белке, допустим, о куске мяса или о котлете куриной, о чем мы сразу, первая реакция, что нужно? Гарнир. А как же без гарнира, да? Картошечки, пюре, макарончиков, гречки, риса и так далее. А вот об этом как раз думать не надо. О гарнире может думать только тот человек, кишечник которого находится в идеальном состоянии, и он это все очень быстро переварит и, как говорится, выведет наружу. Но если у вас есть проблемы с кишечником, с пищеварением, с выведением отходов, то вам о гарнире думать не нужно. Вам нужно думать только о большой порции салата-щетки из грубых овощей, именно в сопровождении к животному белку, и больше ни о чем, ни о хлебе, ни о каких гарнирах. Так что давайте адекватно относиться к животному белку. И уж, конечно же, я приветствую животный белок как можно реже. То есть не чаще, точно, совершенно точно, не чаще одного раза в день – это вот мое глубокое убеждение. А для кого-то и меньше, чем один раз в день. То есть вот в моем случае у меня получается, что это от одного до трех раз в неделю. Но к этому нужно прийти. То есть если уменьшать, то постепенно. Убирать резко я уже говорила кому? Только тем, у кого очень все тяжело с лишним весом. Так, и вот в продолжении вот этого вопроса, опять вопрос по животному белку. Как вы к нему относитесь? И считаете ли вы его вредным, если есть версия, что он не переваривается полностью и зашлаковывает организм? И можно ли кормить животным белком детей? И можно ли без животного белка нарастить мышечную массу? Или можно это сделать на растительном белке или на спортивном питании? Ну, как я отношусь, я уже сказала. То есть считать его вредным можно относительно. Если мы едим животный белок три раза в день с гарниром, как я уже сказала, то это точно будет вредно и точно будут плохие последствия. Но если адекватно и разумно, то это будет хорошо, полезно и с минимумом побочных эффектов. То, что он зашлаковывает организм, ну да, в какой-то степени он зашлаковывает, потому что только 40% животного белка расщепляется у нас, а 60% остается в нерасщепленном виде и выводится. Но мы уже знаем, что нужно делать, чтобы выводить его активно и эффективно. Для этого нужна грубая клетчатка. Не крахмалистая еда, а грубая клетчатка. То есть в наших руках и в наших силах делать всё, чтобы минимизировать вред от употребления животного белка. Но я от него не отказывалась и не собираюсь отказываться. У меня поначалу было такое убеждение, когда я начитала саганян, ни в коем случае не уменьшая её заслуг, но, почитав её и послушав, я первое время думала, что животный белок — это какой-то тотальный вред, от которого нужно вообще избавиться. Но, к счастью, жизнь показала, что не всегда даже самый уважаемый человек может быть на 100% прав, и что в каждой конкретной ситуации, в каждом конкретном случае нужно исходить из своего личного состояния и того опыта, который ты уже прожил. Можно ли нарастить мышечную массу тела без животного белка? Можно, и об этом говорит очень яркий фильм. К сожалению, забыл его название, но наверняка вы все его видели. Этот фильм о знаменитых людях, об актёрах, спортсменах, которые перешли на веганскую, вегетарианскую диету без мяса и прекрасно наращивают мышечную массу без животного белка на растительном белке. Можно. То есть мышцы, они наращиваются в основном не за счёт именно белка, а в основном за счёт того, что мы их нагружаем. То есть мы с ними работаем. Вот за счёт этой нагрузки они и увеличивают свою массу. Так, дальше вопросы. Про кокосовые сливки. Можно ли взбивать кокосовые сливки? Ну, я не пробовала взбивать самостоятельно кокосовое молоко, чтобы сделать сливки. Но в моём понимании это всё очень просто. То есть чем меньше воды, тем сильнее концентрация кокосового молока. Если мы делаем его сами, не покупаем готовый, а делаем самостоятельно, то есть чем меньше воды, тем жирнее получается само молоко, оно практически превращается в сливки. Но если его взбить, я думаю, наверное, получатся какие-то взбитые сливки. Надо попробовать. Не пробовала. Можно ли пить кофе во время условного голодания? Как форс-мажор я допускаю это, потому что я сама это делала однажды. Очень сильно понизилась давление и заболела голова. Я выпила немного кофе во время ОГЭ, и это меня спасло. Но я не думаю, что надо пить его прям на постоянном режиме, а просто иногда можно себе это позволить. Если вы чувствуете, что вам это крайне необходимо. При коронавирусе как лучше питаться? Я переболела коронавирус. Еда в больнице была вся варенка. Что посоветуете кушать сейчас, чтобы легкие быстрее восстановились? Однозначно два очень важных продукта для вас сейчас будет. Это жиры, хорошие жиры, и много сырых овощей. Почему жиры? Потому что надо восстановить легкие. Легкие изнутри высланы сурфактантом. Это такая смазывающая жидкость, чтобы они не слипались, чтобы они находились в дышащем состоянии. Сурфактант работает на жирах. Без жиров сурфактанта не будет. Поэтому очень важно давать себе сейчас такое приличное количество жиров. Причем хороших жиров. Не каких-то там омега-6, омега-9, а именно качественных жиров. В первую очередь кокосовое масло, также сливочное масло, также, возможно, и сало, и сметана домашняя, густая. Ну или какая-то более-менее натуральная сметана. Для того, чтобы сейчас легкие восстановить. Ну и в том числе, конечно же, растительные жиры. Плюс растительная клетчатка. В таком, в хорошем количестве. То есть это сырые овощи. Именно овощи. Потому что мало того, что вам нужно восстановить легкие, вам нужно еще и почистить кишечник. Потому что вы наверняка там замусорились в больнице вареной едой. Плюс вы получали антибиотики и различные другие лекарства. Вам нужно это все выводить. Поэтому сейчас нужно активно подключать клетчатку, чтобы это все выводить. Может быть, даже пропить курс глины для детокса. Это важно. И, конечно же, вам не нужны никакие быстрые углеводы. Вам не нужны крахмалистая еда. Но это все по минимуму. То есть если какие-то каши, допустим, или картофель, это по минимуму. Основное, конечно же, это клетчатка. Причем овощи не только в сыром, но и в термически обработаны. Потому что туда можно будет добавлять какие-то жиры, горячие овощи. Вот. Надеюсь, что ответила. Так, следующий вопрос. После еды очень хочется попить. Причем горячего чая без сахара, но со сладеньким. Без чая не наступает чувство насыщения. Конечно, выдерживаю положенных 1,5-2 часа, но тяжело. Получается, целый день привязан к еде. Подскажите, пожалуйста, как уравнять полезное с приятным? Давайте разберемся. Чего же все-таки хочется после еды? Пить или сладенького? Вот человек пишет. После еды хочется попить, причем горячего чая, но со сладеньким. Значит, если вам хочется пить после еды, то сладенькое здесь вообще ни при чем. Вы просто берете чай или воду, либо травяной чай, и пьете, если вам хочется. Потому что не надо лукавить с самим собой. Если хочется пить, надо пить. Сладенькое – это не питье. Берете и пьете. Но максимум с медом, но не с конфетами, не с шоколадом. И причем при этом совершенно не обязательно, я считаю, выдерживать 1,5-2 часа. Давайте исходить от естественных потребностей организма. Если организм просит пить после еды, значит, скорее всего, еда была обезвоженная, переваренная, тяжелая для усвоения. И, скорее всего, организм просит пить именно потому, что ему нужно эту среду наполнить жидкостью, чтобы быстрее ее расщепить и усвоить. В таком случае лучше просто воспользоваться теплой или горячей водой, но не чаем. Тогда это действительно поможет в пищеварении. И если хочется пить, терпеть не надо. Нужно просто взять и попить. А вот что касается хочется сладенького, то давайте будем разграничивать еда, не еда. То есть если хочется сладенького, то однозначно вам не хочется ни есть, ни пить. Вам просто хочется углажить свои рецепторы. Вам хочется получить удовольствие. Это уже психосоматика. То есть питание здесь вообще ни при чем. Научитесь получать удовольствие из каких-то других вещей. Слушать красивую музыку, общаться с дорогими людьми, созерцать прекрасную природу, заниматься какими-то любимыми делами, то есть отвлекать себя всячески от сладенького. Потому что мы взрослые люди должны понимать, что сладенькое уже не работает как помощник для восстановления вашего здоровья. Но не работает сладенькое. Пора уже понять, что нужно от него отказаться. Поэтому либо вы продолжаете углажать свои рецепторы, но терять свое здоровье и наращивать лишнюю массу, либо вы переключаетесь на какую-то другую деятельность. Так. Я была на сыроедении. Упал гемоглобин. Хотя и до этого был низкий. Хочу вернуться к сыроедению. Подскажите, пожалуйста, какие сочетания растительных продуктов поднимут и удержат на должном уровне гемоглобин? Никакие. Вы не поднимете гемоглобин на сыроедении. Я вам не советую это делать, потому что, чтобы пойти на сыроедение, нужно к этому очень долго и тщательно готовиться. Скорее всего, вы не готовы. И об этом говорит ваш гемоглобин. Если ваш кишечник девственно чист и у вас прекрасно идут в теле все пищеварительные и обменные процессы, то ваш гемоглобин будет в норме. Был бы. Если он у вас не в норме, значит, у вас не все в порядке с кишечником. Значит, переходить на сыроедение вы не готовы. И вам нужно очень тщательно работать с питанием и с очищением кишечника в том числе, чтобы у вас усваивались все питательные вещества, которые попадают с едой. Следующий вопрос. С кукурузой, соей и пшеницей понятно. А генномодифицированные фрукты бывают? Нисколько не сомневаюсь, что бывают генномодифицированные фрукты и овощи. И вообще, я считаю, что сегодня мы едим, пожалуй, гораздо больше генномодифицированного, чем мы думаем на самом деле. Вот это вот все без ГМО, вот этот штампик без ГМО, на всех этих тюбиках и пачках, я думаю, что это просто маркетинг. Мы многого не знаем про ГМО, мы, скорее всего, от нас многое скрывают, но я почему-то думаю, что страх, то есть вот этот страх перед ГМО, он немножко раздут и преувеличен. По-моему, еще не дошли, человечество не дошло до такой стадии, когда было бы на 100% доказано, что от ГМО есть какой-то очевидный вред. По-моему, мы просто проходим вот этот этап селекции продуктов, мы употребляем ее, мы живем, мы ее перевариваем, мы с ней живем и умираем, но я не считаю, что это какая-то такая глобальная катастрофа. Отношусь к этому спокойно и могу даже взять соевый соус, употребить, хотя считается, что соя геномодифицирована. Ну, в общем, не думаю, что на это нужно заостряться на этом. В любом случае, мы не возьмем нигде других продуктов, кроме как на рынках и супермаркетах, и мы никогда не узнаем, насколько они геномодифицированы. Если я хочу скинуть лишние килограммы, сколько углеводов мне необходимо есть в день? Слушала недавно, что не более 40 грамм в день. Вот этот вопрос скорее, наверное, к диетологам, в частности, к кето-диете. Вот скорее всего это туда. Но это не в мой адрес, потому что, когда я говорю о снижении лишнего веса, то мы прежде всего рассматриваем продукты по степени их очищения и загрязнения, но не по граммам, сколько нужно углеводов, белков и жиров. Это немножко другая песня. Просто нужно понимать, что моя тема, моя ниша – это натуропатия, это естественное питание. И это всё-таки больше… Мы рассматриваем человека с точки зрения очищения его и загрязнения. А следующий вопрос. С января прошлого года проходила курсы по морве Аганян, но потом снова возвращалась к традиционному питанию. В семье с традиционным питанием сложно поменяться. И ещё когда работаешь на дядю, каждый день. Могу сказать совершенно честно и откровенно, что когда мы сваливаем на какого-то дядю и на семью то, что мы не можем поменять своё питание, это отговорки. Это просто мы не хотим. Просто нам проще оставаться на традиционном питании, и мы не хотим ничего менять. Но ни дядя, ни семья не виноваты. Я знаю массу примеров людей, моих клиентов, которые, будучи в семье, и в любимой семье, и в любящей семье, приноравливались делать так, чтобы и самим менять питание, и потихонечку, и свою семью переводить на какие-то элементарные здоровые рельсы в питании. Но хотя бы даже на сочетании того же животного белка с растительной клетчаткой. Прямо вот масса примеров. И причём это всегда очень радует, потому что особенно мужчины тяжело поддаются переменам. Но даже и такие случаи есть, когда мужчины внимали голос у своих жён и начинали уделять достаточно внимания здоровому питанию. Всё дело в подходе. Женщины, будьте хитрыми, будьте артистками, будьте изворотливыми, ну приспосабливайтесь, приноравливайтесь как-то к тому, чтобы и себя сохранять в своём в хорошей физической форме и в красивом, долгом состоянии. И своих мужей ещё к этому подтаскивать. Всё зависит от вас. К всему можно приспособиться. Как вы сейчас относитесь к водорослям? Я, в принципе, всегда к ним относилась хорошо, и сейчас особенно хорошо. У меня такая личная история есть с водорослями. Дело в том, что мой папа был большим любителем всего вот этого вот водорослевого. Всякие там морские капусты, это всё очень он любил. И когда он был жив, он постоянно заказывал вот эти баночки Витальгар. Я думаю, все слышали, да? Хотя мы с мамой так довольно скептически относились к этому, но, уважая папу, мы тоже, значит, принимали этот Витальгар. И вот незадолго до смерти папа купил очень большую, заказал очень большую партию Витальгара. И, к сожалению, он умер и не успел и допить. И вот мы теперь с мамой пьём этот Витальгар, эту спирулину, эти водоросли. Вспоминаем папу добрым словом. И что я хочу сказать? Это я не к тому, что я сейчас пропагандирую и культивирую и рекламирую Витальгар. Вовсе нет. Я не являюсь представителем этой компании. Я просто, вот получилось, что я обычный потребитель. Но дело в том, что какой замечательный стул делает вот эта водоросль, да, вот под названием Витальгар, то это просто песня. Это просто песня. У меня сегодня утром был вопрос, сколько времени в идеале должно тратиться на стул. Так вот, с Витальгаром на стул тратится буквально там три секунды. Вот три секунды и всё. И полный унитаз, извините, содержимого. Так что водоросли – это супер, это прекрасно. Что вы думаете насчёт молочных продуктов? Стоит ли их исключать из рациона из-за того, что в последнее время говорят, что молочка – это слизь. И вся молочка не усваивается в нашем организме. Это не только в последнее время. Это давно уже говорят о том, что молочка – это слизь. И это действительно так. И я вот перед вами живой пример. Живой пример человека, который взросшен на молоке и который пострадал от этого. У меня хронический насморк. Я считаю, что эта проблема произошла именно из-за того, что нас растили на молоке и молочных продуктах. То есть молоко, каши, творог и всё такое прочее. Но постепенно, когда я узнала, что всё-таки мы имеем больше вреда от молочки, чем пользы, я стала постепенно уменьшать количество молочной продукции в своём рационе. Это происходило очень органично. То есть чем, я уже говорила, ещё раз повторю, чем здоровее ваша микрофлора, тем больше она просит естественной живой еды, то есть растительной клетчатки. Поэтому хотелось с каждым годом всё меньше и меньше. Сначала я убрала молоко, потом я убрала творог, я убрала кефир, простоквашу, потом я оставалась только на сыре и в последнее время убрала и сыр, потому что, не поверите, вот всё уже обратило и надоело. Оставила только сливочное масло и сметану. С ними я не расставалась никогда. Ем их, потому что это жиры, и жиры, я считаю, должны быть в рационе взрослой женщины обязательно. Постепенно, уменьшая количество молочной продукции, ты начинаешь понимать, что что-то в ней есть такое противоестественное. И вот я недавно как-то даже покупала мороженое, просто что-то вдруг захотелось. Я попробовала его, и вдруг почувствовала вот этот запах коровы. Я не знаю, как это объяснить. Запах коровы меня просто отшибал, я не смогла доесть мороженое. И вот сейчас у меня точно такое же отношение ко всем молочным продуктам. Я чувствую запах коровы, мне это неприятно. Видимо, организм сам уже выбирает, что ему нужно, что не нужно. Запах коровы от масла я не чувствую, но если бывает, что покупаю какую-то сметану, и вдруг она пахнет коровой, я тоже есть её не могу. То есть, видимо, вот таким образом организм выбрал себе способ распознавания какой-то для него нужной продукции, и я иду интуитивно этим путём. Что скажете о спортивном питании, в частности, о протеиновых коктейлях? Дело в том, что я являюсь сторонником и проповедником естественного питания, а протеиновые коктейли я не отношу к естественному питанию. То есть, получается, что это уже искусственно созданная пища, это творение рук человеческих. И как это всё создавалось, с помощью чего, при помощи чего, ну, не совсем это относится к естественному питанию. Хотя я не исключаю, что, конечно, такая продукция может быть на определённом этапе, если человек там занимается, тем более, спортом. Но я не фанатею по этим коктейлям. Но в то же время я и не отрицаю их существование. То есть, ну, такое нейтральное отношение. То есть, кому-то они, может быть, хорошо заходят. Ну, а так, чтобы рекомендовать их всем поголовно, ну, я бы, наверное, не стала. Когда переходишь на естественное питание, важно, в какое время происходит последний приём пищи. Это важно всегда. Не только, когда переходишь на естественное питание, но и в любое время. Очень важно, когда происходит последний приём пищи. Желательно, чтобы он был, конечно, как можно раньше. Ну, часа за три до сна – это точно. И опять же, смотря в какое время вы ложитесь спать. Ну, вы все прекрасно знаете, что вечером замедляются процессы пищеварения и выделение нужных соков и ферментов для расщепления пищи. Поэтому есть риск просто лечь спать с недопереваренным каким-то там едой. А не дай бог ещё и животный белок, если это был вечером, то он не до конца расщепится. И просто начнутся процессы гниения, брожения в кишечнике. А мы должны этого избегать. Поэтому чем раньше, тем лучше. Вот я уже постепенно, опять же, постепенно дошла до такой степени, что у меня последний приём пищи где-то в 3-4 часа дня. Это у меня такой обед-ужин. Спать я ложусь где-то в 21-22. Вот считайте, что проходит где-то в 6 часов, да, получается, примерно до сна. И мне хватает этого запаса времени, чтобы не почувствовать себя голодной. Максимум, что я могу попить чай с мёдом. И мне, в принципе, этого хватает. Но опять же, ещё раз подчеркну, что к этому я пришла постепенно. Постепенно с изменением микрофлоры, с очищением кишечника, у вас, во-первых, появляется, вернее, как исчезает потребность в большом количестве еды, исчезает потребность в частом употреблении еды. И появляется потребность в более лёгкой пище. Вот это я точно могу сказать. Так, и последний вопрос по списку у меня. Как надо питаться в менопаузе, чтобы избежать остеопороза? Считаю, что вопрос не совсем корректный. Менопауза не означает, что будет неизбежно остеопороз. Это вопрос не к менопаузе и вопрос не к возрасту, а вопрос к состоянию организма, в котором человек пришёл к данному возрасту. Есть люди в довольно преклонном возрасте, и у них нет проблем с костями, с остеопорозом. Они абсолютно бодрые, у них нет проблем и с другими частями тела, и с другими органами, потому что они пришли в хорошем состоянии к этому возрасту. А есть люди довольно молодые, которые уже имеют вот эти проблемы. Поэтому всё дело в состоянии организма. Наверное, буду банальной и скажу, что всё опять сводится к кишечнику. То есть чем чище кишечник, тем эффективнее идёт усвоение и кальция, и всех других микроэлементов, которые вы получаете с питанием. Поэтому, как ни крути, опять всё идёт к кишечнику. То есть тема питания и очищения, они очень сильно друг с другом связаны. Так, начинаю отвечать на вопросы в чате. Как относиться к периодическому голоданию 6-18? Прекрасно. Прекрасно. То есть вот когда я начала питаться таким образом, что у меня в 3-4 идёт последний приём пищи, а где-то в 7 утра завтрак, то я поняла, что я как раз пришла вот к этому периодическому голоданию. Это очень хорошая практика. Я отношусь замечательно. Так, есть коктейли растительные белки. Да, есть коктейли растительные белки. Но я опять же говорю, что я сторонник натуральной еды, такой в живом её варианте, в живом восполнении. А коктейли это получается уже искусственно созданное. Но я не говорю, что я отрицаю. Я одно время и сама пила вот эту клетчатку. Я периодически её пробиваю. Клетчатка, которая содержит в себе протеиновые белки в иссушенном, измельчённом виде. Это продукт сибирской клетчатки. Да, пробиваю иногда. Не считаю, что в этом есть что-то плохое. Но опять же не фанатею по этому. Периодически можно пробивать. Будет эффект от ОГЭ, если делать 3-5 дней, а не 21. Но какой-то эффект, конечно, будет. Хотя глубинного очищения на клеточном уровне не получится. Но хотя бы вы разгрузите кишечник. Уже будет хорошо. Орехи кушаете? Конечно, кушаю. А как же? Допустимо ли сало употреблять с хлебом? Теоретически нежелательно. А практически, я знаю, что оно как бы просится. Сало на хлеб. Поэтому можно, если вы пока на стадии, скажем так, устаканивания своего питания, то есть у вас ещё пока оно как бы традиционное, но вы уже стремитесь сделать его более здоровым, просто обманывайте себя. То есть если вы хотите кушать сало, понятно, что вам требуются жиры. Тогда делайте сало потолще, а хлеба прям совсем тоненько, как с пергамент на лист. Ну, чтобы, так сказать, минимизировать вот этот вред. Очень хорошо делайте яичницу на сале, но без хлеба уже, с овощным салатом. Тогда у вас эта потребность в сале очень хорошо будет восполняться, в жирах. Какие салаты можно после голодания по огоняну? Что вы посоветуете кушать? Варёные овощи, чтобы худеть, или только сырые овощи? Если мы говорим о выходе после голодания по огонян, то мы где-то 4-6 недель должны кушать сырую пищу, и только после этого вводить в варёную. Но варёную, начиная с термически приготовленных овощей. Это чтобы худеть. А в дальнейшем вы, конечно же, будете вводить и дальше варёную еду, но только в такой пропорции, чтобы у вас варёная не преобладала над сырым. И тогда у вас будет происходить нормальный процесс очищения в теле. Как вы относитесь к партийному питанию? Протеин. А, ну это уже было, да? Натуральный белок. Ну, это уже обговорили, повторяется. Как вы относитесь к вегетарианским шницелям? Я сама не вегетарианка, поэтому я никогда не ела вегетарианские шницели, но думаю, что это вполне себе нормальная еда. Скорее всего, наверное, она из каких-то там бобовых белков делается. Ну, а почему бы нет? Нормальная еда. Так. Можно без животного белка нарастить мышцы. Ну, об этом тоже уже было. Так. Ну, пока вот вроде бы всё, да? Какие ещё вопросы? Пишите. С одной рукой жить, честно говоря, прямо это неудобно. Особенно с левой. Всё как-то криво, косо. Блин. Пытаюсь отмотать назад чат. Извините, что я так задерживаю. Бая, спасибо, когда готовилась к уге, смотрела ваше видео, очень помогло. Я очень рада, что вам помогло. Здорово. Спасибо, мои дорогие. Так. А если некогда сделать салат щётку, можно просто морковку съесть? Ну, конечно. Конечно. Замачиваю, проращиваю зелёную гречку, делаю из неё хлеб. Состав только одна гречка. Ну, нормально. Хороший хлеб, считаю. Так. Люблю фрукты, больше овощей. Начинаю день с фруктовых салатов. Вредно ли большое количество фруктов с утра? Здесь только один момент, когда они могут быть вредны. Если у вас в кишечнике не всё в порядке, если вы чувствуете, что у вас идёт процессы брожения, да, ну, газообразования, может быть, стул какой-то сильно пахнущий, то тогда точно вам ещё пока рано упираться на фрукты. Лучше сначала почистить кишечник, а потом уже, ну, так упирать на салаты фруктовые. Но если у вас всё хорошо при этом, да, то есть всё отлично, спокойный животик, хороший стул, значит, у вас всё хорошо, и вы прекрасно начинаете день с фруктовых салатов. Это замечательно. Я считаю, что не вредно большое количество фруктов с утра, если у вас всё хорошо с кишечником. Так, варёные и гриль овощи есть? Есть ли у них разница? Ну, я считаю, что она минимальная, и они и так, и так, в принципе, приемлемы, поэтому нормально. Орехи замачиваете? Да, орехи в основном замачиваю. Грецкие, фундук, миндаль, вот эти я замачиваю. Мне её и так больше нравятся, они, мне кажется, вкуснее. Ну и плюс ещё мы уничтожаем фитиновую кислоту, да? Вы знаете, что она у нас как бы выносит микроэлементы из нашего организма. Некоторые вместо хлеба с салом заменяют хлеб на капустный лист. Отлично! Супер! Я, кстати, таким же путём пошла с этим, со шпинатом. То есть я его вот вместо, как бы есть, была такая привычка намазывать на хлеб что-нибудь там, какую-нибудь, какую-нибудь там кабачковую икру или что-то такое, да? Я стала брать лист шпината и на него всё намазывать, всё, что можно. Капустный лист тоже прекрасно. Вообще супер, отличная идея. Так, а если после угла съедим мясо или углеводы, то есть всё в пустое очищение? Ну, как бы не то, чтобы в пустое. Во-первых, ваш ЖКТ может сразу взбунтоваться, то есть вам это будет тяжело, и у вас могут начаться спазмы, колики, может прям даже затошнить, типа отравлений наступить. Это первое. Ну, а если вы съели и ничего такого не испытали, то есть, ну, просто прокакайтесь. Ну, конечно, нежелательно. Не то, чтобы в пустое, но просто вы себе затрудняете работу по дальнейшему очищению кишечника, потому что на выходе из УГЭ у вас кишечник всё равно продолжает очищаться, а мясом вы его затрудняете. Поэтому лучше немножко всё-таки подождать с мясом и потом съесть его уже, когда придёт срок, когда уже у вас всё с микрофлорой нормализуется, и пищеварение будет происходить в таком хорошем ритме. Извините, УГЭ – это что? Это условное голодание. Ну да, некоторые не в курсе. Сколько пьёте воды в день, что можете посоветовать? Значит, по поводу воды следующее. Если вы находитесь на традиционном питании и у вас в основном варёная тяжёлая еда, то вам нужно, как отчий наш, выпивать полтора литра, да, как минимум воды. Причём в таком, лучше в тёплом виде, чтобы это было не ниже температуры тела, и по принципу капельного рожения. То есть очень часто по одному-два глотка, буквально там каждые 15-20 минут, то есть чтобы вода была всё время рядом. Но если вы уже перешли на естественное питание и у вас процентов 70 сырой растительной пищи, то здесь уже с водой можно не фанатеть, а пить её по потребности, потому что сырая растительная пища содержит натуральную естественную жидкость, которая восполняет, в принципе, нехватку воды в организме. Поэтому я пью воды где-то примерно литр горячей, и мне вполне хватает. У меня моча очень светлая, она жёлтой практически не бывает. То есть вы тоже смотрите по моче. Если моча жёлтая, значит, нужно увеличивать количество воды. Моча должна быть почти прозрачная. Расскажите о сыроедении, что и как, и с чем употреблять. Сыроедение, я считаю, допустимо только как временный этап. Это моё личное мнение на выходе после условного глодания по марве Аганян, для того, чтобы вырастить хороших ребят в кишечнике, здоровую микрофлору. Поэтому ничего особенного. Просто едим сырые овощи, зелень, фрукты, и, собственно, и всё. Вот и всё. А что, как и с чем, вообще не имеет значения. Потому что на сыроедении сочетание продуктов может быть абсолютно любым. Там у нас нет крахмалов, нет белка, поэтому ни брожения, ни гниения мы на сыроедении, в принципе, как бы не встречаем. Должен ли кунжут горчить? Да, он горчит, поэтому я его делаю с мёдом. Так, спасибо, что, да, забоздоравливаете. Что с рукой? Да, сломала, меня сбил автомобиль. Поэтому это у меня ещё целый месяц сходить в гипси. Но ОГЭ выдерживает только две недели, дальше просыпается аппетит. Да, значит, нужно уходить от ОГЭ, и делать выход. Слушать своё тело. Лет 7 назад делала ОГЭ, 21 день. Лет 7 назад, и всё? Мясо не ем. Сколько дней сейчас делать ОГЭ? 21. Как есть цветную капусту и баклажаны? Цветную капусту я ем в основном в термически приготовленном виде. Мне не очень нравится вкус сырой. Но я знаю людей, которые кушают её в сыром виде, вот прям крошат её в салаты и так едят. Поэтому и так, и так можно. баклажаны я обычно знаете, как я их либо запекаю без всего, просто вот запекаю, запечённые мне нравятся, либо на сухой сковороде без жира, просто колечки с двух сторон, как типа гриля, вот такого делаю, и тоже добавляю либо в салаты, либо как самостоятельная еда, но в общем-то так, как, ну а как, по-другому я не знаю, как. Так, грибки и паразиты, насколько это по-вашему страшно, что с этим делать? Грибки и паразиты, говорить об этом нужно только тогда, когда они выявлены. Если они не выявлены, то, наверное, и не стоит чего-то там бояться. И если они выявлены, то нужно заниматься очищением кишечника и выращивать здоровую микрофлору. Вот и все. С очищением кишечника они уходят, и грибки, и паразиты. Нормализовывать кишечную микрофлору. Но этот процесс не скорый, не быстрый, то есть это долгий процесс. Так, какие продукты являются природными антибиотиками? Грибфрут, в первую очередь. Хлеб вообще не кушаете? Он мне надоел. Вот честно скажу, вот давайте скажу, какие продукты меня привлекают на сегодняшний день. Меня привлекают, меня как, не как в голове, а как в мой живот. Что просит мой живот? Мой живот просит овощей во всех видах. В сырых, в печеных, в тушеных овощей. Очень просит. Жиров просит. Всяких растительных, и животных. Фруктов просит, зелени просит, немного крахмалов в виде, допустим, картофеля запеченного, каких-то каш иногда, может быть, гречка. Ну и, собственно, наверное, все. Больше он ничего не просит у меня. Мед восполняет мне сладкое, чай. Больше ничего такого особенного не просит. Поэтому хлеб, мне его не хочется. если я вдруг с каким-то супом захочу съесть, кусочек я съем спокойно, но без особого восторга, а может быть, даже и не ем вообще. Иногда мне вместо хлеба просто хочется взять, я делаю морковь по-корейски, острую, вот я ем морковь и заедаю ее супом. Вот это мне даже больше нравится, чем хлеб. Но опять же, к этому я пришла постепенно. То есть, как я уходила от хлеба? Сначала я убрала хлеб традиционный, я заменила его бездрожжевым. Потом я убрала бездрожжевой, стала делать собственный хлеб из разных видов муки. Там кукурузная мука, овсяная мука, гречневая мука, ржаная мука, там на закваске, на кефире, там соды разной. Потом я и это убрала и вообще уже перестала есть и готовить хлеб, просто потому, что организм не просит. Полезен ли арахис? Ну, это опять к слову о генномодифицированной продукции. Если он вам нравится и хочется, я считаю, что можно его есть. Если вы его не приемлете, то нечего и упираться. Как правильно замачивать орехи? Я замачиваю на ночь. Ну, где-то часов 12. Вечером где-то замачиваю и до утра. Где-то часов 12 они у меня вымачиваются. Утром просто промываю. Свежевыжатый сок. С утра разные. Один литр плохо, один литр. А как? Вот за раз, если за раз, наверное, многовато. Просто даже для желудка много, потому что это очень большой объем для желудка. Но если это там с разбегом в час, то, наверное, нормально. Если у вас все в порядке с инсулинорезистентностью, если у вас нет брожения, если у вас хорошо это заходит, если вам хорошо, вот с этого сока, да, с литра, там, с промежутком в приемах, значит, все хорошо. Главное, что вы при этом ощущаете, что вы чувствуете. Расскажите про клизму, как залить себя 2 литра. Но это точно не про питание. Если не заходит 2 литра, значит, у вас газовые пробки либо какие-то там проблемы с кишечником. Бывает там, что какие-нибудь, может быть, скрутки там в кишечнике или, не знаю, короче, какая-то физическая, может быть, там, затрудненность прохождения, да, из-за его расположения, может, какого-то специфического. Поэтому тут трудно сказать, вот так онлайн разобраться, то есть почему. Но, как правило, самая частая проблема – это газовые пробки. То есть пока вы не наладите работу кишечника, то есть пока вы не подготовите себя вот к этому условному голоданию, чтобы заливать в себя 2 литра, то, наверное, ничего и не получится. А как готовить – это целая эпопея. Это нужно каждую неделю проводить очищающие эти процедуры, то есть пить слабительное, делать разгрузочные дни. Ну, об этом у меня есть обучающий курс «Чистый организм. Основы здоровья». Его можно найти в каталоге. А на каталог ссылочка у меня в шапке, она стоит уже всегда там, хронически будет стоять в шапке профиля. Так что можете нажимать на ссылочку, заходить в каталог и выбирать любой продукт. Курс по питанию, курс по очищению, книги по питанию, книги по очищению. Пожалуйста, кому что. Теплую талую воду можно подогревать на бане? Можно. А, так вот вопрос-то в чем был. Как на сыроедении есть баклажаны, грибы и цветную капусту? Очень люблю. То есть, если их хочется есть в сыром виде, значит, надо есть в сыром виде. Если вам вот хочется, тогда прям слюна бежит. Вот шампиньоны точно можно в сыром виде. Цветную капусту точно. Баклажаны я сырые не пробовала, но если вам прям приятно, значит, можно. Главное, себя слушайте. Если спокойно организм их принимает, и прямо слюна бежит, значит, ешьте. Когда после ОГЭ добавлять масло? И какое? Ну, я бы, наверное, сказала, где-нибудь со второй или третьей недели, начиная с растительного. Холодного отжима, естественно. Ну, я вот больше оливковое люблю, кому-то подсолнечное нравится. Без клизмы можно? Без клизмы... Что можно? Жить без клизмы можно, а делать условное владание без клизмы нельзя. И я уже говорила, что если хотите очищаться, используйте глину. На глину тоже ссылочка у меня в каталоге. Где её взять, где там взять эту... Если нужна инструкция, пишите мне, скажу, где взять по применению глины. То нужно тоже готовиться. То есть, если клизма не заходит, и есть боли от неё, значит, точно вам это что-то... Вы не готовы. Привет, Леночка Новгородова. Так, а если самим испечь без дрожжей? Ну да, как переходный... На переходном этапе, да, можно, без фанатизма. Есть ли аналог магниевой соли? Касторка и любое ослабительное. Заменяете ли вы, кроме мёда, сладкое с сухофруктами? Я не заменяю сладкое с сухофруктами, потому что я не хочу сладкого. У меня пропала тяга к сладкому с тех пор, как я стала пить каждое утро зелёные коктейли. Зелень, приём зелени, да, даже и водоросли, вообще зелени, предчатки очень сильно отшибает тягу к сладкому. Вот, и ещё жиры. То есть, вот зелень, предчатка и жиры отшибают тягу к сладкому. Запомните это. Поэтому я сладкое не хочу. Я ем сухофрукты только на завтрак, как фрукты иногда. Но не иногда, а так периодически. Вот, и ничего я ими не заменяю. То есть, если я хочу чай, я пью с мёдом, либо без мёда, но не с сухофруктами. Потому что для меня это еда. Для меня это не сладость, не десерт, не какая-то там замена. Для меня сухофрукты – это еда, причём самостоятельно. Полезно ли сало при здоровом питании? Полезно. На сыроедении можно крупы? Какие как? На сыроедении крупы не надо. Когда мы говорим о сыроедении, я говорю о сыроедении только в контексте выхода из условного голодания, мы говорим о обогащах, зелени и фруктов. А крупы не относятся к этой группе, поэтому их мы употребляем уже позже, когда уже выход сыроедический закончился, началось уже обычное питание. И вот тогда вы их уже употребляете так, как вы привыкли. Можете их замачивать, можете их выварить. Вот так, как вы привыкли, так и употребляйте. Так. Блин, рука постоянно срывается на какие-то... Так. Я на этом этапе с хлебом сама пеку. Ага. Как приятно вас видеть. Спасибо, Татарстан. Ваш муж тоже перешел на естественное питание. Как у него дела с астмой? Мой муж питается точно так же, как я, но у него чуть больше животного белка. То есть, если у меня до обеда, вот этого последнего приема пищи, только растительная еда, то у него еще до обеда есть перекус с животным белком. Он берет с собой на работу какие-то, там, не знаю, котлету или яйца с овощами, но просто потому, что он другого типа. Мы с ним разные типы. Он холерик, он очень быстрый, он очень быстро сжигает свою энергию. Очень много тратится энергии на тяжелый физический труд, поэтому ему больше хочется животного белка, нежели мне, потому что я больше времени провожусь сидя за компьютерами, и мне столько не требуется. Как дела с астмой? Ну, астму мы не побороли окончательно. Она замерла на одной стадии. Вот на стадии примерно там двух-трех доз этого венталина в сутки. Но при этом мы все-таки добились такого стабильности в общем состоянии. То есть у него общее состояние очень хорошее, такое энергичное, бодрое, здоровое. То есть нет уже той размазанности, как раньше было, когда мы жили в Сочи. Нет этих тяжелых приступов, когда он не мог даже подняться с постели. Нет сердечных перебоев. Вот этого всего нет. То есть вот он чувствует себя нормальным человеком, но просто при этом он пользуется несколько раз в день баллончиком. Ну, раза два-три. Я понимаю, что с этим мириться нельзя, но вот как-то у нас не получается, наверное, прийти к какому-то более такому прогрессивному очищению. Очищению, наверное, из-за характера моего мужа. Потому что это человек, который не привык заниматься собой. Он привык делать дела, он строит дом, он реставрирует старый автомобиль, он весь в делах, он с утра до ночи в каких-то в движухе. И заниматься собой он не хочет, не готов. И я довольна уже тем, что он хотя бы перешел на естественное питание. Да, кстати, вот вы, может быть, мне скажете, что при чём здесь естественное питание, если он ест животный белок, да, и я тоже ем. Я уже говорила, что я не разделяю естественное питание от животного белка. Всё дело в том, что в каком количестве, как часто и в каком сочетании. Только в этом. Я пишу подробно об этом в своей книге «100 простых и вкусных рецептов», которые мне помогли перейти на естественное питание. Эту книгу тоже можно найти в каталоге. Так, есть орехи нужно влажные или высушить? Это без разницы, как вам нравится. Так, про мужа уже ответила. Благодарю. И я вас благодарю. Так, как глину применять? Голубая, белая? В чём разница? Если кто начинающий, лучше с белой начинать. Хотя голубая тоже хороша, но её лучше, как вторым этапом уже, те, кто уже прошёл очищение белой глины. Второй этап можно голубую. На глину тоже у меня есть ссылка в каталоге. Тоже заходите, смотрите. И там при заказе глины высылается бесплатная брошюра, прекрасная, с рецептами применения глины. Рассказать об отёках. 70% сыроед, белки животного происхождения не ем. Отёки. Что-то с лимфатическим застой, скорее всего. Что-то, значит, надо рассматривать глубоко эту тему. Я так вот сразу не могу сказать. Но это явно, что это идёт застой лимфы. То есть проработайте вот эту вот тему. Возможно, вам нужно просто подключить лимфодренажную гимнастику. Если вы сыроед, то если у вас с кишечником всё хорошо, и стул у вас хороший, нет запоров, и вы несколько раз в день качественно опражняетесь, то, возможно, вам нужно просто подключить лимфодренажную гимнастику. Загуглите это. Сыроедение сухофрукты? Ну да, почему нет? Слабительные при беременности. О, не знаю, какой-нибудь щадящий. Нужно, скорее всего, с врачом консультироваться. Как вы пришли к УГ? Сами или в какой-то группе? Абсолютно самостоятельно. У меня целая история моя рассказана в книге. Книга называется «Трёхнедельное условное голодание. Мой опыт пошагово день за днём». Книга, в которой я описала очень подробно и эмоционально, и художественно, и практически, и теоретически весь свой путь, как я пришла и как я его проходила. Эта книга тоже вы найдёте в каталоге. Ссылка на каталог в шапке профиля. Как не поправляться после УГ? Я сидела на голодании два года назад и скоро вернулась. Какой-то неудержимый жор был. Но ведь вы были два года назад. То есть за два года нужно было сделать хотя бы там курсов шесть пройти, тогда бы ничего не вернулось, если бы вы всё правильно соблюдали. Но ведь вы два года прошло, и вы ничего больше не делали, поэтому, естественно, всё вернулось. Поэтому надо просто регулярно в первый год провести там четыре курса. Так, ребята, у меня заканчивается время. Если что-то там не ответило, вот осталось 23 секунды, мне тут подсказывает. Поэтому я прошу прощения. Мне кажется, мы и так очень продуктивно поработали. Если какие-то вопросы остались, ну, потом, может быть, в этом, в личке. На сегодня я прощаюсь. Всем спасибо за участие. Спасибо.